2013 год запомнится всем нам, как год 70-летия освобождения Тамани и Кубани от немецко-фашистских захватчиков, как год завершения Олимпийской стройки, как год больших и маленьких побед, производственных и личных достижений. Успешным этот год был и для аграриев района. Несмотря на капризы природы, многочисленные летние и осенние дожди, они смогли собрать достойный урожай зерновых и бахчевых культур, фруктов и овощей. Положительные тенденции отмечены в животноводстве. Сегодня основа животноводства на Тамани составляет разведение мясного и молочного скота, а также овцеводства. В этом году увеличилось поголовье крупного рогатого скота молочных пород во всех категориях хозяйств, и уже в районе их насчитывается около 6 тысяч голов. На 6% увеличилось валовое производство молока. Почти на 12% вырос средний надой молока от одной коровы. Еще один положительный показатель в животноводстве в этом году на каждые 100 коров получено 72 теленка. Несмотря на сложные погодные условия, настоящий прорыв в сельском хозяйстве сделали виноградарей, собрав более 163 тысяч тонн винограда с площади чуть более 18 тысяч гектар. Средняя урожайность по району составила более 120 центнеров с гектар. У виноградарства на Тамани самые радужные перспективы. Армия специалистов области виноградарства будет расти, чему поспособствует открывшийся в 2013 году на базе ПУ-65 в поселке Веселовка 1 в Краснодарском крае виноградарский ресурсный центр. Немаловажными являются заслуги фермерских хозяйств. Сложно назвать хотя бы одно направление в сельском хозяйстве, в котором сегодня не развивалось бы фермерское движение Темлюкского района. В 2013 году успехи фермеров глав ЛПХ, коллективов сельхозпредприятий не раз привлекали на Тамань почетных гостей. Председателя Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Бекетова и его заместителя Виктора Чернявского. Министра экономики края Игоря Галась, министра сельского хозяйства Сергея Гаркушу, его заместителя Ивана Дорошева, советника по сельхозвопросам посольства Южноафриканской республики Исаака Нианиса Мити. Все они смогли лично убедиться в том, что таманцы научились выращивать замечательные по своим вкусовым качествам арбузы и дыни самых разнообразных сортов, которые теперь доступны потребителю с июня по октябрь. Что с мая по октябрь теперь можно собирать урожай клубники, что теплицы позволяют снимать по несколько урожаев за сезон, а в одном кубометре воды вполне реально вырастить полтонны рыбы. Агропромышленный комплекс наряду с курортной сферой и транспортным комплексом являются китами экономики района. По итогам 11 месяцев 2013 года в рейтинге социально-экономического развития Тимрюкский район занял первое место в крае из 44 муниципальных образований, а по группе территорий с агропромышленной специализацией первое место из 15. Усилия района не остаются незамеченными краевой власти, поэтому еще в 2012 году губернатором Кубани Александром Ткачевым была утверждена дорожная карта, которая стала фундаментом для развития района на ближайшие годы. В декабре 2013 года депутатами Совета муниципального образования Тимрюкский район принят районный бюджет на 2014 год. Он составит более 1,7 миллиардов рублей. Бюджет района остается социально ориентированным. Удельный вес расходов на социальную сферу в районном бюджете составляет 82,8 процента, или 1 миллиард 410 миллионов рублей. 88 процентов от этой суммы планируется направить на сферу образования. В последнее время в нашем районе ремонтам и оснащению школ и детских садов уделяется большое внимание. В рамках программы социально-экономического развития Тимрюкского района запланировано строительство четырех детских садов на территории района. Уже сегодня ведутся работы на строительной площадке нового двухэтажного детского сада на 280 мест по улице Муравьева в городе Тимрюке. Общей смертной стоимостью 218 миллионов рублей. Такие же дошкольные учреждения планируется построить в станицах Старотитровской и Тамань, а также в поселке Стрелка. Эти новостройки для детворы будут красивыми и комфортными. Завершены работы по реконструкции зданий детского сада на 140 мест в микрорайоне Правобережный. В канун Нового года благодаря поддержке бизнеса после капитального ремонта открылся детский сад номер 24 в станице Старотитровской. В 2013 году в соответствии с программой выполнен капитальный ремонт в четырех спортивных залах общеобразовательных учреждений на сумму 14,4 миллионов рублей. На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и ремонтные работы направлено 105 миллионов рублей. Достигнута договоренность с инвесторами о строительстве школы на 400 мест по улице Анджеевского в городе Тимрюк и детского сада в станице Курчанской с правом последующего выкупа готового объекта. Районная служба скорой медицинской помощи с 2013 года на 100% укомплектована новыми транспортными средствами. Во всех 14 автомобилях установлена система ГЛОНАСС, что позволяет быстро находить адрес, откуда поступил сигнал о скорой медицинской помощи. Продолжена работа по модернизации здравоохранения. После капитального ремонта открылась Курчанская амбулатория. И жители поселения, и медики уже оценили качество проведенного капитального ремонта, новое оборудование и мебель, красивые современные кабинеты, просторные холлы. В районе ведется строительство двух офисов врачей общей практики. В 2013 году в Тимрюкском районе продолжили работать социальные десанты, которые помимо медицинской помощи оказывали консультационные услуги. Кроме того, в Станице Вышестеблийской в рамках кардиодесанта было обследовано более 5000 человек, в том числе 112 детей. А в районном Доме культуры в рамках расширенного дня здоровья жители смогли получить консультации краевых районных врачей узких специальностей. Стоит отметить, что в рамках диспансеризации в районе осмотрено более 21,5 тысяч человек. По окончании диспансеризации каждому пациенту выдан паспорт здоровья. Большое внимание в 2013 году уделялось летнему оздоровлению. Всего летним оздоровлением было охвачено более 11 тысяч детей, что составило 100% от числа ребят, подлежащих оздоровлению. На эти цели из краевой и районной казны было направлено более 13 миллионов рублей. В краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2013» в номинации «Лучшая детская здравница» детский оздоровительный центр «Северянка» Станицы-Голубицкой завоевал второе место. А в номинации «Лучший курорт Азовского побережья» Темрюкский район уже в четвертый раз одержал заслуженную победу. Всего в 2013 году на территории района отдохнуло более полутора миллионов человек. В летний курортный сезон 2013 года в Темрюкском районе функционировали 52 базы отдыха, детских оздоровительных учреждений, пансионатов, домов отдыха, 24 автокемпинга, 135 гостиниц и гостевых домов, 12 объектов показа, 9 туристских фирм, 14 пляжных территорий. В 2013 году в Темрюкском районе открывались новые туристические маршруты, увеличилось число мест размещения туристов, популярность курортов Темрюкского района возросла. Безусловно, росту привлекательности способствует проводимые на территории района праздники и фестивали. Ежегодно здесь, на западе Краснодарского края, откуда через Керченский пролив видна Украина, на некогда лысой горе разворачиваются пляски до веселья. Каждый раз на Темрюкском подворье этнографического комплекса «Атамань» кипят настоящие станичные страсти. В этом году подворье охотника Трифона, не без помощи всех его жителей, трижды входило в состав победителей, занимая то второе, то третье, то первое места в различных фестивалях. В 13-й раз станица «Атамань» встречала гостей и участников традиционного праздника виноградарства и виноделия «Таманская лоза». В Куренях угощали столовым виноградом, вином, персиками, арбузами, пирогами. Все это яркое и вкусное великолепие полей, садов и цехов, а также разнообразные сувениры и поделки мастеров декоративно-прикладного творчества можно было приобрести и увезти домой в другие регионы России. Награды вручали тем, кто старался удивить, угостить, заинтересовать, развеселить гостей, оставить о нашей «Таманской лозе» хорошие впечатления и пробудить желание приехать в Темрюкский район снова и снова. Самый сладкий фестиваль «Арбузный рай» в пятый раз прошел на «Тамане». К юбилейному фестивалю Бахчевода в поселке Стрелка фермеры и предприниматели подготовились основательно. Завезли горы арбузов и дым, чтобы щедро угощать гостей праздника. Бесплатные дегустации были развернуты практически на каждом шагу. Самый большой арбуз представленный на фестивале обладал солидным весом в 64 килограмма. Арбузы и дыми на фестивале можно было не только продегустировать или купить, но и выиграть в конкурсах, викторинах или лотереях. В 2013 году более 400 детей из Темрюкского района приняли участие в фестивале-конкурсе «Адрес детства Кубань», который прошел в городе-курорте Анапа. Рожденный по инициативе губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в 2004 году, за это время фестиваль стал заметным событием в культурной жизни Кубани. По решению жюри творческая программа Темрюкского района удостоена высокой оценки. Сценическая культура, артистизм, выразительность выступления позволили нашей творческой команде стать серебряными призерами по северо-западной зоне края. В 2013 году Темрюкский район встречал гостей в фестивале «Таманская музыкальная весна», «Таманская лоза», «Арбузный рай», «Байк-фестиваль», «Легенды Тамани» и других. Достижения наших земляков вызывают неподдельную гордость. В 2013 году сдана в эксплуатацию спортивная площадка в поселке Синой. Разработан проект строительства плавательного бассейна. Сметная стоимость объекта составит 261 миллион 400 тысяч рублей. Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» в 2013 году отметила пятилетие со дня основания. Сегодня в отделениях школы по всему Темрюкскому району по семи видам спорта занимаются более тысячи ребят. Учебно-тренировочные занятия проводятся под руководством квалифицированных тренеров-преподавателей. Воспитальники школы выступают на всероссийских, международных, краевых и районных соревнованиях. За время существования школы подготовлено более 700 спортсменов-разрядников. Из них 210 спортсменов первого спортивного разряда и 5 кандидатов в мастера спорта. Спортивный комплекс «Олим» в станице Голубицкой в 2013 году был передан на баланс района и перешел в оперативное управление ДЮСШ «Виктория». Это будет способствовать вовлечению в занятия спортом большего количества жителей. Всего на сегодняшний день в районе систематически занимаются физической культурой и спортом более 40 тысяч человек. В сфере жилищно-коммунального хозяйства большое внимание уделяется дорожному строительству, водоснабжению, канализованию, ремонту жилья, наведению санитарного порядка в городе, станицах и поселках и их озеленению. Выполнены работы по ремонту водопроводных сетей населенных пунктов на 13,6 миллионов рублей. В числе крупных мероприятий реконструкция группового водовода протяженностью более 8 километров. Ведется реконструкция магистральных водоводов, изношенных за 40 лет существования Таманского группового водопровода. На выполнение этих работ направлено 400 миллионов рублей из краевого бюджета и 22 миллиона рублей из бюджета района. Уже подключен и находится в работе участок магистрального водовода МТ. Все поселения Семрюкского района в 2013 году приняли участие в реализации программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края». На эти цели израсходовано более 96 миллионов рублей. Решаются проблемы строительства жилья. В 2013 году приобретены 100 квартир для детей-сирот общей стоимостью 111 миллионов рублей. На территории района на сегодняшний день выдано около 4 тысяч государственных сертификатов на получение материнского капитала. 522 владельца сертификатов полностью распорядились средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным действующим федеральным законодательством. Улучшение жилищных условий продолжает оставаться самым популярным направлением использования средств материнского капитала в Тимрюкском районе. 107 семей Тимрюкского района в 2013 году потратили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Еще три мамы Тимрюкского района были удостоены медали «Благодарение матери». Напомним, награда была учреждена в районе в 2007 году. С тех пор ее обладательницами стали 15 женщин. Вручение районных медалей «Благодарение матери» прошло во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Матери. Важным событием в жизни района стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Тимрюкским и Крымским районами. Оно позволит обмениваться опытом по решению вопросов развития территорий в сфере культуры и искусства, дошкольного, школьного и дополнительного образования, физической культуры и спорта, а также в других сферах. А важным событием не только районного, но и федерального и даже международного масштаба стал запуск нового парома Николая Аксененко, который курсирует по маршруту Порт-Кавказ-Порт-Крым. Это первый за 25 лет автопассажирский паром под флагом Российской Федерации. Судно отвечает всем последним требованиям, имеет комфортабельные салоны для пассажиров, теплоход спроектирован и построен в 2013 году. Он способен вместить 45 легковых автомобилей и 260 пассажиров. Все это лишь малая часть в середине важных событий, которыми был наполнен 2013 год. Конечно, были в этом году и трудности, были и остаются проблемы, но все в этой жизни решаемо. Главное – верить в свои силы, работать с отдачей, не стоять на месте, ведь гораздо легче добиться результата вместе. А будущее – оно начинается уже сегодня. И лишь трудолюбие, упорство и любовь к своей малой родине помогут сделать все, чтобы наши дети, внуки имели возможность учиться и развиваться культурно и физически. Получить профессию, востребованную в нашем районе. Навыки работы на земле, возможность потом найти применение своим знаниям и умениям. И тогда не только мы сами, но и жители края будут хорошо знать Тимюкский район и испытывать за него гордость. Редактор субтитров А.Семкин